Продолжение следует... Мало. Но вот что интересно, чем дольше мы занимаемся гетеросинаптической пластичностью, тем становится более понятно, что существует большая терминологическая путаница вообще с термином гетеросинаптическая пластичность. И если посмотреть исторически, как это во всём появлялось, то впервые этот термин был действительно использован Кенделлом Таутсом в 1965 году в работах на Аплизии, вот этих пионерских, когда они показали механизм синсетизации. И там было показано, что для потенциации, для синсетизации глутаматергической связи нужна активность третьего другого нейрона, да, серотонинергического. И они назвали этот процесс гетеросинаптической потенциацией, потому что принимал участие другой нейрон, другой, нежели вот эти два. Вот. А потом, лет через 20, появляется работа уже на гиппокампе, первый автор Линч, там, где вырабатывали классическую совершенно LTP, вот такую хебовскую, татонизируя коллатурали шайфера. И вдруг оказалось, что входы на другие дендриты, на базальные дендриты, которых никто не трогал, они взяли и депрессировались. И вот этот тип пластичности тоже назвали гетеросинаптической пластичностью, потому что гетеродругой, мы вырабатывали пластичность вот в этом синапсе, в красненьком, а изменился другой. То есть это гетеросинаптическая пластичность. И в дальнейшем было показано, что вот этот тип гетеросинаптической пластичности запускается потенциалами действия, которые просто обратно распространяются по всему дендритному дереву и производят вот эти пластические изменения других синапсов. Есть еще и третий тип пластичности, тоже хорошо изученный, который тоже называется гетеросинаптическая пластичность. Когда мы имеем дело с таким линейным приходом синаптических входов, то показано, что если в одном из них вызвать по механизмам хебовской гомосинаптической пластичности, например, потенциацию, то в соседних синапсах, которые молчали, тоже будут происходить изменения. То есть непосредственно соседи тоже потенцируются, то, что подальше, депрессируются. И показано, что это происходит за счет диффузии, физической диффузии различных сигнальных молекул из вот этого потенциированного синапса. И это тоже называется гетеросинаптической пластичностью. Есть еще другие примеры, но я даже их проводить не буду. Но мы в своей работе сосредоточились именно на этом типе гетеросинаптической пластичности, который вызывается потенциалами действия, высокочастотными потенциалами действия, которые просто путешествуют по дендритам нейронам и приводят к различным изменениям. Но потому что нейроны в мозге постоянно спайкуют и показано, что довольно высокочастотные пачки могут быть. Поэтому мы задались целью посмотреть, а что же, собственно, они вызывают. Следующий стой, перелесните, пожалуйста. Существует хорошо известная модель вот того типа гетеросинаптической пластичности, так называемая пластичность, вызванная внутриклеточной татанизацией. Когда берется один пирамидный нейрон на срезе мозга, коры или гиппокампа, дается в нем несколько высокочастотных пачек потенциалов действия, при том, что все входы молчат при этом. И оказывается, что просто после вот таких вот высокочастотных пачек потенциалов действия происходит массированное изменение асинаптических входов. Какие-то потенцируются, какие-то депрессируются, какие-то остаются без изменений. Вот здесь просто примеры приведены. И, собственно, мы взяли вот эту модель. Хорошо, она работает вот так вот на срезах, но интересно, а что же происходит в живом мозге, там, где постоянно идет вот такая высокочастотная активность. Что происходит там при вот генерации вот такой вот активности, будет ли там эта гетеросинаптическая пластичность тоже работать. И в качестве модели мы выбрали зрительную систему грызунов, мыши. И в качестве вот такого постсинаптического нейрона мы выбрали пирамидный нейрон первичной зрительной коры. И понятно, что вот как бы все функциональные свойства этого зрительного нейрона, собственно, его зрительный ответ, он определяется множеством синаптических входов, которые на него приходят. Из таламусы, из четвертого слоя, из соседей, соседней пирамиды, соседние интернероны. То есть вот та вся куча синаптических входов, которые на него приходят, собственно, они и определяют то свойство, как он будет отвечать на зрительную стимуляцию. Ну и если предположить, что вот эта вот гетеросинаптическая пластичность, вызванная вот этими высокочастотными пачками, работает, то после таких пачек как-то должны измениться его свойства, его функциональные свойства, зрительный ответ. И мы надеялись, что мы это сможем увидеть. Собственно, поскольку времени мало, я не буду останавливаться на технических деталях. Мы решили эту задачу двумя разными методами, регистрировали пирамидный нейрон двумя способами. Мы регистрировали внутриклеточно при помощи метода пэтч-клямп. И тогда мы получали возможность, естественно, индуцировать в нейроне пачки потенциалов действия внутриклеточно. И применение экстраклеточную регистрацию. Вот как раз пример, который здесь приведен. Но для этого, поскольку нам нужно было стимулировать один нейрон, мы применяли оптогенетический метод. При помощи оптогенетики оптоволокна, которое введено очень локально к этому нейрону, мы его стимулировали, вызывали высокочастотные пачки потенциалов действия. Я немножко остановлюсь на зрительной физиологии. Просто напомню, свойства пирамидных нейронов первичной зрительной Кореи у нас с вами, у всех млекопитающих, они, в общем-то, примерно одинаковые. И свойства это такие, что нейроны отвечают на стимулы разной ориентации по-разному. У каждого нейрона есть какая-то своя излюбленная ориентация стимула, вертикальная, горизонтальная, на которую он отвечает наиболее сильно. И это называется оптимальная ориентация. Соответственно, вот здесь приведен пример, мышка смотрит на экран, вот это активность нейрона, которая регистрируется, в какой-то момент начинает бежать вертикальная решетка, и нейрон генерирует потенциалы действия. Ну, вот это такая клетка, когда полоски проходят по ее рецептивному пулю, она спайкует так называемая простая клетка. Это оптимальная ориентация, на которую нейрон ее любит. Но можно показывать решетки разных ориентаций. Можно перпендикулярный, можно которая в той же ориентации, но движется в противоположном направлении. И затем, измеряя интенсивность ответа, то есть амплитуду ответа, можно построить вот такую ориентационную настройку. То есть это вот в полярных координатах. Вектор, это обозначает амплитуду ответа, ну просто количество потенциалов действия, которое нейрон сгенерировал на решетку, которая движется в этом направлении, в этом, в этом, в этом, в этом, в этом и во всех остальных. Вот. И, ну что можно видеть, что чем уже, чем уже вот это вот поле, вот эта вот настройка, тем точнее настроен нейрон, да, тем он отвечает на более четко только на стимул определенной ориентации. И понятно, что если эта настройка будет абсолютно круглой, значит нейрон не настроен совсем. Он отвечает примерно одинаково на разные стимулы. И здесь есть очень такой важный параметр, это так называемая дирекциональная селективность. То есть вот стимул может быть одной ориентации, например, вертикальной, но двигаться в разных направлениях. И вот когда он движется в одном направлении, нейрон отвечает сильнее, вот этот вектор. А когда этот же стимул движется в другом направлении, нейрон отвечает слабее. И, собственно, вот высчитывая их соотношение, можно посчитать так называемый индекс дирекциональной селективности. Вот. Это небольшой экскурс, просто он нужен для того, чтобы понять, а что, собственно, произошло. Вот. И дальше мы взяли эту модель. Мы имеем возможность регистрировать один нейрон и стимулировать только один нейрон, или внутриклеточно в части экспериментов, вот методом пэтч-клямп, или при помощи оптогенетики. Мы используем такую локальную стимуляцию, и мы произвели вот такую вот татанизацию нейрона, вызвали в нем массированные порядка 100-200-300 потенциалов действия с высокой частотой вплоть до 100 Гц. И затем, то есть сначала протестировали его ориентационную настройку, и затем, после вот такой татанизации, продолжили тестировать и посмотрели, что же с этой настройкой происходит. Оказалось, ну, собственно, здесь вот, да, вот здесь приведен пример вот этой вот, ну, в данном случае оптогенетической татанизации, то есть каждый синий квадратик, это вспышка света очень короткая, которая заведена в мозг через оптоволокно. Мы использовали быстрый канальный редопсин, ОЧИФ, который позволяет вызывать пачки потенциалов действия с частотами до 100 Гц. Вот, и оказалось, что после такой, да, а вот это вот, собственно, ориентационные настройки, суммированные по многим-многим записанным клеткам, и синяя — это настройка до татанизации, красная — настройка после татанизации, суммарная. И мы видим, что вот эта кривая настройки становится более круглой, то есть действительно нейроны становятся менее селективны после такой вот татанизации. Ну и видно, что индексы их, формальные индексы дирекциональной селективности в высокой степени достоверности снижаются. Возникает вопрос, как вообще может это быть, какие возможны клеточные механизмы из тех знаний, которые у нас есть об устройстве зрительной системы, что может лежать в основе вот этого наблюдаемого процесса. Ну, в частности, в нашей лаборатории было показано, по работе в односрезах, что внутриклеточная татанизация нейрона, она по-разному влияет на синаптические входы, которые приходят близко к телу клетки и далеко от тела клетки. Оказалось, что если входы приходят далеко, то вот такая вот татанизация вызывает сбалансированные изменения. Примерно в половине случаев потенциация, в половине случаев депрессия. А входы, которые приходят близко, максимальные входы к телу клетки, в них вот такая тонизация вызывает в основном потенциацию. И причем это было сделано потом с блокаторами, которые могут фармакологически вычленить только возбуждающую передачу. Дальше на этих же нейронах в работах группы Альберта Батчи было показано, что то же самое происходит и с тормозными входами. Тормозные перисоматические входы от парвальбуминовых нейронов после тетонизации вот такой вот постсинаптического пирамидного нейрона приводят к потенциации этих входов. А, скажем, те же тормозные входы, но от другого типа интернеронов, которые приходят далеко, на них эта потенциация никак не влияет. То есть получается, что вот такая вот внутриклеточная тетонизация нейрона высокочастотными пачками потенциалов действия вызывает потенциацию как тормозных, так и возбуждающих входов, но только перисоматических. То есть как бы баланс возбуждения и торможения для клетки не нарушается, но вот такая вот потенциация происходит. И еще была одна работа, очень важная для нашей истории, когда на двухфотонном микроскопе смотрели, как себя ведут отдельные шипики, отдельные входы вот такого же зрительного нейрона мыши по отношению к самой клетке. И оказалось, что чем ближе шипик или синаптический вход расположен к телу клетки, тем в зрительном пространстве вот эти вот рецептивные поля, их рецептивные поля ближе. Вот, ну это вот видно вот на этом графике. То есть это значит, что чем ближе синаптический вход к телу зрительного нейрона, тем их рецептивные поля ближе друг к другу. И это значит что? Что, собственно, рецептивное поле нейрона, оно в основном формируется теми входами, которые приходят близко к телу клетки. Мы имплементировали это в модель. Наверное, не буду тоже подробно рассказывать, но в принципе существует модель, которая описывает дирекциональную селективность вот этих вот нейронов. И эта модель, она оперирует с тормозными и возбуждающими входами отдельно. Ну и, собственно, вся дирекциональная селективность возникает из-за того, что немножко сдвинутый во времени вот этот вот ток, возбуждающий ток тормозный, когда стимул проходит в одном направлении, возбуждающий ток возникает чуть раньше, и поэтому суммарно получается возбуждение. Когда стимул движется в другом направлении, то возбуждающие тормозные токи возникают одновременно и как бы друг к другу уравновешивают. Вот такая вот модель. И что мы сделали, поскольку мы знаем, что тотонизация примерно в полтора раза потенциирует и тормозные возбуждающие входы, мы просто взяли и увеличили в модели вот эти вот токи в полтора раза. И потом мы прогнали это все на модели Leaky Integrate and Fire нейрона. И действительно оказалось, что, во-первых, эта модель, несмотря на свою простоту, воспроизвела сам факт дирекциональной селективности, то есть на оптимальное направление спайков больше, чем на нулевое. И действительно получилось, что после вот тотонизации, то есть после того, как мы потенцировали и торможение, и возбуждение перисоматическое, действительно снился индекс дирекциональной селективности. То есть, в общем, в принципе, модель наблюдаемая подтверждает. Ну и в конце небольшая спекуляция, то есть, собственно, поскольку паттерн, который мы использовали, он в какой-то степени искусственный, а может ли это какое-то отношение иметь к жизни, тому, что в мозге происходит? Ну вот известно, что во время, например, медленного волнового сна корковые нейроны, они переходят постоянно из up-and-down state, вот в такие состояния. И этот паттерн, вообще говоря, очень напоминает вот, собственно, нашу тотонизацию, которая вот здесь приведена в той же временной развертке. И что самое важное, во время вот этих вот up-and-down state, поскольку глаза у животного закрыты, у нас нет специфической синаптической сенсорной активации. То есть, воспроизводятся эксперименты, условия нашего эксперимента. Поэтому возможно, что вот как бы во время сна по механизму гетеросинаптической пластичности нейроны становятся менее настроенными, да. И это как бы может готовить их к новым зрительным сценам, чтобы они могли проще как бы адаптироваться к каким-то меняющимся условиям. Все, спасибо большое. 15 секунд перебрал. Ладно. Ну, на вопрос у нас на самом деле чуть-чуть позже будет время. Ну, я тогда, может...